Петербургским семьям, в которых родятся двойни и тройни, предоставит нянь. Семьям Санкт-Петербурга, в которых появятся двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года город будет предоставлять услугу няни. Соответствующие поручения на заседании правительства северной столицы дал в рее губернатора Александр Беглов. Фото. Айшток. Нужна помощь семьям, где нет бабушек и дедушек, и где. Может быть, дети первые, то есть родители еще не имеют соответствующего опыта, пояснил Беглов. Новая услуга будет включена в индивидуальный план социального сопровождения семей, в которых одновременно появятся двое и более младенцев. При этом все меры соцподдержки будут распространяться как на рожденных, так и на усыновленных малышей. Минус. Детские пособия перевели на национальную карту. Помощь будет оказываться специалистами центров в социальной помощи семье и детям по месту жительства заявителя. Они же будут обеспечивать услуги няни до четырех часов в день. При этом в рее губернатора напомнил, что сначала такую льготу планировалось установить только для семей, в которых появится тройня. Однако затем он вынес на обсуждение городского правительства предложение о расширении перечня получателей льготы, и оно было принято. Пока планируется, что помощь родителям няни будут оказывать до достижения детьми полутора лет. А там посмотрим, добавил Александр Беглов. Полное обоснование инициативы должно быть разработано к июню, после чего соответствующие суммы расходов будут заложены в бюджет Санкт-Петербурга на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Отметим, что услуга социального сопровождения семей с детьми входит в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге указа президента России об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства. Он включает в себя целый ряд мер поддержки как материального, так и социального характера, одновременно расширяя список получателей такой помощи. Например, в РИА губернатора предложил снизить с 20 до 19 лет возраст женщин, родивших первого ребенка и претендующих на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение транспортного средства теперь полагается семьям, воспитывающим не семь, как ранее, а пять и более несовершеннолетних детей. Меры соцподдержки будут распространяться как на рожденных, так и на усыновленных малышей. Кроме того, к 2020 году планируется перевести на стандарт бережливой поликлиники все детские учреждения города, оказывающие такую помощь, а мамам, находящимся в декретном отпуске, город поможет с переподготовкой и поиском работы. Для удобства всю информацию о помощи семьям с детьми разместят на одном сайте планируется создать семейный портал Санкт-Петербурга и включить его в проект «Единая карта петербуржца». Напомним, что такая смарт-карта на первом этапе включает четыре приложения – идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись. Выпуск карт начался в первых числах мая. «Надо пропагандировать меры поддержки, информировать людей, а не ждать, когда они придут к нам сами», – подчеркнул Александр Беглов. Общество, Семья и Дети, Власть, Работа, Власти, Филиалы, РГС, Северо-Запад, СЗФО, Санкт-Петербург.